Почти что 90 лет назад, в 1933 году, лидером Германии стал Адольф Гитлер. Это событие вызвало кардинальные перемены и стало поворотным моментом в мировой истории. 43-летний политик, партию которого поддержала примерно треть избирателей, смог за максимально короткие сроки установить диктатуру, похоронив при этом парламентскую систему. Спустя два месяца создается Третий рейх. Через 6 лет начинается Вторая мировая война. Еще через 6 лет она заканчивается вместе с господством Гитлера. Но вместе с этим погибло и несколько десятков миллионов человек. В мировой истории вряд ли можно встретить убийцу, который уничтожил такое огромное количество людей. До сих пор ходят разговоры вокруг того, можно ли было не допустить Гитлера к власти. И многие до сих пор не могут понять, почему же люди шли голосовать за Гитлера. А позже и вовсе настолько доверились нацистскому лидеру, что пошли завоевывать с ним всю Европу. И даже попытались захватить Великий Советский Союз. Мы хорошо подготовились и решили вам рассказать, как же Гитлер пришел к власти и почему за ним шло столько много людей. Присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Да и откровенно говоря, прям вот от чистого сердца, хочется посоветовать вам досмотреть этот ролик до конца, потому что многое и сказанного вы будете слышать впервые. А если видео понравится, то не забудьте поставить лайк, ведь только благодаря вашей активности есть вероятность, что об этой теме узнает как можно больше людей. Также советую посетить наш телеграм-канал, в нем вы найдете много исторических фактов и жесткого контента, который Ютуб не разрешает публиковать. Например, недавно мы опубликовали видео с японскими камикадзе на самолетах и реальную хронику в оригинальной озвучке из блокадного Ленинграда, на которой показаны кадры, как мертвых людей забирали прямо с улицы. Ссылку на канал я оставил в описании. Спасибо. Начнем наш ролик из далекого 1917 года. После окончания Первой мировой войны немцы в письменном виде подтвердили исключительно свою вину в развязывании этой войны. Результатом этих чистосердечных признаний стали множественные ограничения, которые наложили на Германию. Они не только выплачивали странам понесенный ущерб, но еще и отдали огромную часть своих территорий странам-победительницам. Конечно же, были такие группы людей, которым это не нравилось. Эти люди приложили все силы, чтобы Версальский договор был разорван. Возможно, вы уже догадались, что это за люди. Это группа нацистов. Время шло, настроение немцев стремительно менялось. Власти, которые попросту не могли выплачивать репарации, к 1923 году частично прекратили выплаты. Тут в игру включилась Франция, заявив, что Германия хочет уйти от ответственности в выплате ущерба. Тогда Франция и Бельгия объединились, отправив свои войска маршем по Германии, захватив часть страны под названием Рур. На тот момент эта часть страны была главным угольным и железным центром Германии. У немцев и так были серьезные экономические проблемы, а из-за французов и бельгийцев ситуация еще больше ухудшилась. Если ранее правительство пыталось регулировать инфляцию, то теперь, после захвата, власть уже не могла контролировать инфляцию. В результате чего произошла гиперинфляция, немецкая марка начала активно падать в пропасть. Во время Первой мировой войны немцы вложили 160 миллиардов марок в свою армию. А теперь у них было 156 миллиардов в виде кредита и больше 132 миллиардов долга по репарациям. После того, как Рур перешел под контроль французов и бельгийцев, немцы потеряли один из главных источников дохода своей страны. Деньги обесценились, для людей началось голодное время. Они настаивали на том, чтобы весь труд им оплачивали едой, так как ценилась только она. В тот сложный 1923 год люди начали бежать из своей страны, уровень самоубийств активно рос и именно в самый ужасный для немцев год к власти неожиданно приходит, как они считали, самый настоящий спаситель – Адольф Гитлер. Небольшая поправочка. Сейчас на монтаже я это заметил и решил внести небольшие поправки. В это время Гитлер не пришел к власти, а о нем в принципе узнали люди. Нацисты были не единственными, кто рос в Германии в то время. Коммунизм также активно распространялся по всей стране. На тот момент ни одна компартия за пределами Советского Союза не была настолько могущественной, как Коммунистическая партия Германии. Она была создана в 1918 году, сразу же после того, как закончилась Первая мировая война. После революции в России немецкие коммунисты, да, забавно, конечно, звучит, пытались поддерживать связь с Советским Союзом. Скажем больше, они хотели применить все советские коммунистические практики на своей стране. Однако эти идеи поддержали всего лишь около 15% населения Германии. Остальные видели в этой идее самую настоящую угрозу для своей нации. Нацисты вовремя подсуетились и начали играть на страхах своих граждан, заявляя, что распространение большевизма приведет к Красной Революции. И знаете, у них получилось убедить немцев. Немецкие коммунисты были достаточно сильны у себя в стране, и люди, которые не могли принять их точку зрения, начали поддерживать нацистов как оппозицию коммунизма. В 1924 году немецкая правительство было поймано на получении взяток. На тот момент у власти была социал-демократическая партия, во главе которой стоял канцлер Густав Бауэр. Выяснилось, что в течение нескольких лет он брал взятки от братьев Бармат. В итоге отдел его отстранили. Нацисты, конечно же, сразу поняли, что для них открыты горизонты возможностей, поэтому решили сделать себе рекламу. Так как братья Бармат были евреями, то нацисты сразу же начали писать в своих газетах, какие же еврейские бизнесмены коррумпированные. Нацисты утверждали, что правительство и евреи являются самыми настоящими коррупционерами. Еще до прихода нацистов к власти в Германии уже существовал антисемитизм. Антисемитизм – это нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как к этнической группе или к иудеям как к религиозной группе, их преследовании по этническому или религиозному признаку. Часто выступает в качестве составной части права радикальных движений и идеологий. Может присутствовать в различных сферах социальной жизни и различных уровнях социальной организации – в бытовой, культурной, политической формах, вплоть до геноцида. Является одной из форм ксенофобии. Термин был введен в 1880 году, обозначает враждебность по отношению к евреям или иудеям, а не ко всем народам семитской языковой группы. Еще в начале 1900-х годов в Германии уже существовали партии, которые выступали против евреев. После революции в России, гиперинфляции в Германии и скандала с братьями Бармат, быть евреем в Германии становилось опасно. Ситуация накалялась с каждым днем все сильнее. В то время достаточно много немцев стали банкротами, а евреи, по мнению нацистов, жили припеваючи. У них было все то, что не было у обычного немца – и деньги, и еда, и жилье, ну и так далее. Евреям начали завидовать и, что самое главное, затаили на них обиду. Немцы считали, что евреи поддерживают коммунистов, и впоследствии коммунистические евреи станут угрозой для всех немецких граждан. Антисемитизм начал распространяться с небывалой силой. Почти у всех политических партий в лозунгах имелись антисемитские высказывания. Время шло, ситуация становилась все хуже и хуже. Теперь уже и отели перестали обслуживать евреев, а священники начали критиковать иудаизм в своих проповедях. Позже немцы пообещали, что возьмут под контроль все еврейские магазины и станут использовать их для снижения расходов для бедных. Помимо прочего, нацисты создали организацию, которая поддерживала немецких врачей, помогая им устроиться на работу вместо евреев. Они пообещали, что выгонят всех евреев и отдадут рабочие места немцам. И эту идею, конечно же, многие приняли позитивно. 29 октября 1929 года рухнул американский фондовый рынок. Этот день считается началом Великой депрессии. Германия – одна из немногих стран, кто пострадал от этого сильнее всех. Остатки немецкой экономики были выстроены вокруг иностранных денег. Экономика держалась за счет внешней торговли. И с 1924 года все свои расходы они покрывали за счет американских займов. Однако, как только началась Великая депрессия, то эти кредиты иссякли и американцы заявили, что пора бы вернуть свои долги. Однако у Германии было такое положение, что выплачивать она не могла. Ситуация была настолько печальной, что к 1929 году полтора миллиона немцев остались без работы. А через 4 года к 1933 году их количество и вовсе составило 6 миллионов человек. Гитлер видел эту картину и радовался, понимая, что вот-вот и народ начнет сомневаться в демократическом правительстве, что оно вообще на что-то способно. Во время Великой депрессии нацисты начали активно агитировать народ. И как вы уже догадались, нацистов начали активно поддерживать. Если на выборах в 1928 году нацисты получили только 12 мест из 491, то после переизбрания в 1930 году они получили уже 107 мест. Сначала они были второстепенной партией, но за два года смогли перейти к основной партии оппозиции. Время шло, настроение у народа портилось. Им попросту надоела вся эта неопределенность. И уже через два года были проведены еще одни выборы, на которых народ уже окончательно проголосовал. Тогда-то нацисты и пришли к власти. Группа некогда радикальных экстремистов вдруг стала правящей партией Германии. Все эти факты и помогли Адольфу Гитлеру прийти к власти в Германии. Народ ему верил, он был хорошим оратором, за ним шли миллионы немцев. А дальше уже сами знаете, что произошло. К слову, правил он целых 12 лет. Друзья, а вы как считаете, какой основной фактор помог Гитлеру прийти к власти в Германии? Напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать ваши рассуждения. А если видео понравилось, то не забудьте поставить лайк и поделитесь этим видеороликом с друзьями. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в нем много исторических и жестких фактов, которые ютуб не разрешает публиковать. Ссылку на канал я оставил в описании. Спасибо за просмотр, счастья, удачи и до скорых встреч!